всем добрый день и вы на канале вязание от ангелины азимок и сегодня мы постараемся с вами очень часто мне задают вопрос и мы сегодня будем вязать обвязку пышные столбики на квадратную шаль это да но и просто как вяжется вязка пышные столбики я несколько раз уже показывал тем не менее сегодня хочу сделать еще один видео мастер-класс потому что вопросов очень много и очень часто задают любое любую шальку можно закончить обвязкой пышными столбиками любую работу где у нас есть петли соломона тоже можно закончить как вяжется пышный столбик вот связали петлю соломона вытянули сделали накид петлю соломона провязали и на пересечении вот смотрите две петли соломона и в самом конце вяжется петля каким образом не петля пышный столбик каким образом петлю соломона провязали вытягиваем сделали накид и и вытянули петлю и считаем опять вытянули и сделали накид это будет 2 3 4 и 5 я обычно стараюсь сделать пышный столбик из 5 вытягивания и 5 накидов делаем накид протягиваем нитку прям самый центр пышного столбика и затягиваем 3 воздушные петли 1 2 3 для того чтобы вернуться к началу пышного столбика вот сюда пышный столбик мы закрепили и связали и теперь нам нужно провязать петлю соломона чтобы вернуться к полотну вязаном так чуть-чуть ниточка застряла мы еще с немножко вытащим петля соломона провязали ищем место есть у вас петли соломона внизу это хорошо если петли соломона нет вы примерно распределяете одинаковое расстояние как бы на глаз вот у меня здесь просто столбики с накидом примерно одинаковое расстояние и вяжем дальше опять вытянули сделали накид 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 протянули в петлю для соломона нас готова пышный столбик опять вытянули сделали накид и в самое вот смотрите на здесь раз-два две ниточки в самый центр узелка мы начинаем второе вытягивание и накид третье вытягивание и накид четвертое вытягивание и накид пятое вытягивание накид и этот накид мы протягиваем в центр пышного столбика закрепили 1 2 3 воздушные петли в основании пышного столбика пышный столбик у нас готов теперь петля соломона вытянули накид сделали в петлю провели еще один накид 2 петли провязываем смотрим вот у нас здесь идет поворот что с ним делать здесь мы уже ищем петлю соломона на этом повороте закрепляем теперь у нас вязание будет в другую сторону здесь уголочек мы провязали вот он уголочек получается на стыке тут вот конец прошлого ряда начало нового и мы ровно на уголочке делаем петлю соломона продолжаем дальше вязать петля соломона на полотне уже с петлями соломона вяжется каким образом давайте посмотрим петлю соломона вяжем теперь вяжем пышный столбик вытянули 1 2 3 4 5 провязываем 3 воздушные петли 1 2 3 в центр петли соломона и опять петля соломона если у вас внизу полотно из петель соломона то вяжется она так мы пропускаем 1 2 внизу две петли соломона пропускаем и в самый центр крепимся у нас должно получиться вот такой ромбик вверху две петли и внизу две петли тогда это смотрится все правильно и органично и красиво и идем дальше опять у нас с вами идет петля соломона и вытягивание на пышный столбик 1 в самый центр 2 три четыре пять пять затягиваем 1 2 3 самый конец и отсюда вытягиваем петли соломона получается у нас вверху с вами две петли соломона провязано можно даже пальчик положите чтобы считать и внизу 1 2 вот то есть у вас ромб как только вы нашли ромб находится вершинка столбик без накида вы провязываете вот такой роб должен быть и на самой верхушке у нас пышный столбик и опять делаем все то же самое вытягиваем петлю берем накид провязываем пышный столбик 1 самый центр 2 петель 2 3 делаем накид 4 делаем накид и 5 последний накид протягиваем закрепляем и 3 воздушные петли чтобы вернуться в основании пышного столбика вернулись и петля соломона вытягиваем вытягиваем примерно до это дело приходит с опытом нужно вытягивать на одинаковое расстояние внизу смотрим по ходу вязания пропускаем 1 и 2 2 столбика людей петли соломона вверху 2 и внизу 2 ровно в центр столбик без накида все ромб с вершинкой у нас готов и вот мы таким способом петля соломона провязана 12 так 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 не путаем сюда надо писать вот две петельки попасть я закрутила если вот тогда получается знать лучше вернуться сделали накид найти 2 вот здесь внизу петельки и ровно в центр 2 3 4 5 и теперь уже проходим через все петли закрепляем вязание 3 воздушные петли 1 2 3 центр и петля соломона вытянули сделали накид накид в саму петлю опять между ними провели крючком сделали накид провязали идем дальше внизу у нас здесь это уже остается там где креплением интуитивно мы чувствуем что мы сюда и крепить не будем внизу 1 2 отсчитали нашли свободный вот такой узелочек вот видно что провязан провязан провязана вот здесь вот провязан вот здесь не провязан то есть следующий раз мы будем провязывать вот сюда здесь мы продолжаем вязание и соломона вытянули накид провязываем в петлю и еще накид петля соломона готова вытянули сделали накид 1 2 прям ровно в центр ищем если не получается надо 3 4 5 если не получается лучше распустить и пышный столбик заново набрать провели 1 2 3 и вот таким образом провязали закрепили петля соломона ищем где у нас здесь внизу две петли соломона пропустили и вот у нас здесь есть свободный такой узелок и мы привязываем таким образом и вяжем все задава наша задача довязать до конца и у нас будет очень красивая обвязка такой обвязка можно обязывать любые шаре это всегда будет красиво смотреться особенно если это петли соломона это будет смотреться еще красивее надеюсь сегодня все у вас получится все я медленно связала специально для тех вопросов которые очень часто звучат как вяжется обвязка пышными столбиками она вяжется вот таким несложным способом надо только пробовать всем приятного просмотра до новых встреч спасибо что досмотрели мой ролик до конца подписывайтесь на канал ставьте лайки и пишите комментарии для меня это очень важно